И он это сделал? Выбросил вас? Когда он уже стал очень зверски поднимать на меня руку, вплоть до вырванных ногтей. Ну он всегда изменял, я просто не обращала на это внимания. Как можно к нему возвращаться два раза? Я Лариса Бузеева, это Давай обоженимся, добрый вечер. Сегодня невесты Антонида, Елена и Юлия. А жених у нас Виктор, здравствуйте, проходите. Виктор, 57 лет, с первой женой. Сохранял формально брак до тех пор, пока не выросли дети. После развода мечтал создать настоящую семью, но у его избранницы был весьма своеобразный взгляд на отношения мужчины и женщины. Виктор, главный инженер в управляющей компании. Гордится тем, что достиг высот в работе и на службе. Любит оперетту, камерную музыку и футбол. Мечтает обменять свою квартиру на дом у реки. Предупреждает, что его избранница не должна быть обременена детьми и прочими проблемами. Виктор избегает дам, которые злоупотребляют косметикой и не следят за своей фигурой. Будущей женой видит миловидную женственную москвичку с мужским складом ума и недвижимостью в собственности. Да, дом у реки круто. Мечтаешь? Да, я уже к земле тянет уже, понимаешь. Томочка, а ты хочешь дом у реки? Ну, конечно. А комары? Хоть и озеро, ладно. А для комаров есть специальная беседка, знаешь, от комаров. Обычно они там концентрируются. Хорошо. Хорошие мечта. Хорошие. А цветочки не нам? Вам, барышня. Ух ты, как. Можем вас поздравить? Молодец, какой красотачий. Да, здорово. Смотри, какой внимательный, да? Ну, внимательный. Я тебе скажу, до 50 с 7 он очень хорошо сохранился. Ну и доченьке моей тоже букетик, с вашего позволения. Да, конечно, позволяем. Виктор, меня как-то резанула фраза «женщина, не обремененная детьми». Детьми нельзя быть обремененной. Это счастье и радость. Вот вам же не в тягость, дочь? Дочь, конечно, не в тягость. Я имел в виду несколько другие вещи. Какие? Допустим, когда начинают бабушек эксплуатировать их дети. А для чего бабушке нужно еще? Да, для прогулок с внучатами и поездок. А для чего они еще нужны? Вот моя мама считает, что весь смысл это в нас, в детях и внуках. И я говорю, дети, не бросайте меня, пожалуйста, когда я состарюсь. Я хочу жить в семье. В семье с детьми. Я сказала, я прикушу язык, я все свои бриллианты раздам внукам своим. Я буду хорошей, пенсию буду отдавать. Только не бросайте меня, я хочу жить в семье. Это круто, это правильно. Я с вами согласен, но все должно быть в меру. Я как раз из неправильных бабушек. Я внук, у меня обремена. Раз в месяц и все. Я думаю, ваш брак можно считать таким неудачным, что вы его считали формальностью? Я бы не сказал, что брак неудачный. Все-таки мы подняли детей, и я горжусь своими детьми. У вас их двое? Да, двое сын и дочь. Дочь и со мной. Сколько лет прожили по-человечески, не как соседи? По-человечески, ну, 15 лет прожили мы. А что потом случилось-то? А потом получилось так, что нужно было зарабатывать деньги, чтобы поднимать детей. Пришлось много работать в Москве. Мы работали, в общем-то, почти в одинаковых структурах, и возвращались домой очень поздно. То есть квартира стала, в общем-то, общежитием. А кто с детьми? А бабушка помогала. Бабушке и дедушке хорошо в гости. Вообще сама по себе мысль общежития. Да, несмеримо совершенно. Я, это семья. Скажите, а вот этот ад, который был последние годы, когда вы жили как соседи, у вас любовница, у неё там личная жизнь? Я, ну, как бы, первым согрешил на старание. Затем этому примеру негативно последовала моя бывшая супруга. И что? И вот вы изменили, и как бы это нормально. А когда жена изменила, уже не смогли простить? Ну, я попытался, скажем так, возвратить и себя, и её в семью, да, обратно. Боролся за укрепление семьи, но, к сожалению, не получилось. Потому что не смогли простить, потому что это вас разъедало? Да нет, там уже всё глубоко было, скажем так. С её стороны? За прошедшие два года, да, с её стороны. Я сумел, как бы, порвать свои связи, хотя мне очень нравилась моя барышня была, она моложе меня на 16 лет. Ещё? Да, по работе, вот. Вот, ну, я сумел, как бы, взорвать отношения, она не смогла, поэтому получилось то, что получилось. Послушай, мама, ну тебе же не нравится с усами. Я скажу, я помню, тебе никогда не нравились усы, бороды, это не её стиль был, да? Нет, если человек будет меня влюблён, если будет меня обожать, то естественно, наверное, удалит свои усы. А что это за женщина со странными взглядами? Откуда она у вас появилась? Уже после развода? Или была параллельно? Ну, вот, верующая. Ну, это вторая супруга моя, почему? Официальная? Да, официальная супруга, да. Ну, поначалу, как бы, всё было очень хорошо и удачно. То есть, вам даже нравилось, потому что она в храм ходит, воцерковлена? Да. Но она поначалу этим начинала только увлекаться и вникать в веру. Этим не увлекаются, увлекаются рок-музыкой, а это всё-таки, я думаю, что... Возможно, вы правы, да. Возможно, вы правы, но, однако же, любовь, как бы, она переборола. Это негативное отношение, которое у меня возникало поначалу по поводу веры. Общих детей не родили с ней? Было желание родить ребёнка, но после года жизни с ней я узнал, что она не может родить ребёнка, поэтому... И у неё своих детей тоже не было? А дочка? В моём понимании вера и духовность – вещи разные, поэтому я считаю себя духовным человеком. В 2015 году, где-то в январе месяце, после Нового года, мы с ней очень серьёзно поговорили о том, чтобы жить совместно, продать квартиру. Значит, я свою, она свою, купить апартаменты в таунхаусе, в Лосином острове и жить одной семьёй. Значит, дочь её не согласилась. А дочери сколько было? Дочери 26 лет. Ну так, а какое дочь? Наследница в первую очередь. И что? Ну это жизнь матери. И что? Ну это жизнь матери. Она дочка. Это мама должна думать, что у неё дети, наследники в первую очередь. А тут штаны пришли. Здрасте, давай пилить. Чё пилить? Давай не оскорблять всё-таки, хорошо? Штаны, я вообще говорю, качественный мужчина, это для тебя оскорбление, а для меня не оскорбление. Мужчина, он в штаны ходит. Ну в общем, можно сказать, что её родня, её дочь помешали вашему счастью. Да, да. Да, с одной стороны, дочь, конечно, не права, вмешиваясь в судьбу и жизнь своих родителей, но тем не менее, как-то немного прислушиваться надо, но я считаю, что та женщина тоже не права. Наталья, сколько вам лет? 24. Вы живёте отдельно от отца? Да, я живу отдельно. Но мы живём недалеко друг от друга, поэтому мы часто живём. Да, какую вы видите женщину рядом с отцом? В первую очередь, она должна быть ему другом, они должны иметь общий интерес, она должна быть активной, иметь какую-то активную позицию. Да, может быть, это тяжело в этом возрасте. В каком в этом возрасте? Ему нужна женщина до 50 лет. То есть женщина младше Розы. Да, ну я понимаю, что просто многие, кого я знаю, они уже любят сидеть дома, смотреть телевизор. То есть такой вариант мы, в принципе, не рассматриваем. Если 20-летние любят сидеть дома и смотреть телевизор? Это очень грустно, когда в 20 лет сидят дома и смотрят телевизор. Дважды женат был, дважды. Ну, это не показатель. Можно и трижды, и четырежды. Если он пока не найдёт свою половину, как бы сказать, будет в поиске. Папа щедрый? Да, папа щедрый. А самый дорогой подарок женщине? Какой вы подарили? Ну, если женщина, подразумевается, барышня любого возраста, то дочке недавно купил машину. Ну, это дочка. Я не про дочку говорю. Дочке я тоже машину купила. Ну, золото, кольца, серьги, как бы это порядки вещей. Ну, так... А мне вот, Виктор, нравится. Правильно. Я тоже, я так же считаю, ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата. А если это ещё в виде недвижимости, пэт, это вообще хорошо. И чё? У нас сейчас мужчин не хватает. У неё недвижимость в качестве предоплаты. А вы качестве себя мужчины, в конце концов. В общем-то, вы не пьющий. Одноценный обмен. Человек может иметь квартиру, машину, всё что угодно, но при этом быть человеком невыносимым и не... Абсолютно невыносимым, конечно. Тамарочка. Виктор, вы, конечно, рак. Поздний рак. Да, последние градусы рака. Поэтому, конечно, вы человек и романтичный, и в то же время очень ответственный. Вам нужна женщина, наверное, даже не друг, понимаете? Это должна быть подруга родственного характера. То есть это человек, который, наверное, юный по жизни. Или действительно более молодой, чем вы. Потому что у раков такая тенденция. Сначала они любят женщин постарше, потом всё более и более молодых. И даже если она... Я пойду успокоилась. Даже если она, скажем так, за 50, то она должна быть по жизни молодая. Молодая. Правильно? Знакомьтесь с первой невестой. Удачи вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Меня зовут Антонида. Я уверена, что случайных встреч не бывает. И надеюсь, что наши встречи к чему-нибудь приведёт. Возможно. Это вам. Спасибо. Антонида. 55 лет. Владелица агентства недвижимости. Гордится тем, что создала собственный доходный бизнес и купила квартиру и дом. Любит читать духовную литературу и путешествовать. Антонида постоянно подвергалась насилию со стороны мужа-алкоголика. Поэтому была вынуждена привезти в дом нового супруга, который смог за неё постоять. Надеется, что Виктор её не обидит. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Очень красивый имя первый раз я сталкиваюсь. Антонида. Редкая. Расскажите, как вам удалось таким нестандартным способом, пусть даже и нелюбимого алкоголика, мужа вытеснить из своей жизни? То есть вы привели на его же площадь нового мужа? Да. Потому что я была одна с двумя детьми. Да. И в принципе... Жили на его площади с его матерью? Ну, эту квартиру мы получали уже все вместе. Да. Когда я приехала, они жили в комнате. Потом уже, когда разъезжались, доплачивали, и квартира была на всех. Мы были все там прописаны. Зарегистрированы. Соответственно, 5 лет любви, дружбы. И дальше, когда муж начал пить, родилась дочь. Они не боролись за его здоровье? Не водили, не кодировали? Лечила. Через родителей? Я просто прошла все. Ну, я тебе скажу, очень своеобразно привезти в ту же квартиру, в которой ты с бывшим мужем еще одного мужчину. Но это мне кажется... Это очень смелая женщина и пяступок. Скажите, а его мать, то есть ваша свекровь, вас не взлюбила с первого дня? Считала, что вам нужна московская прописка, квартира? Как водится? Хотя сама вышла замуж, с ваших слов, не по любви, тоже за прописку, за московскую? Да. А, ну, прям выматывала нервы? Выматывала. Жестко, жестоко. Дети были на вашей стороне? Дети, да, конечно, девчонки, поэтому как бы на моей стороне. То есть вы из квартиры сделали коммуналку, у вас была комната, но кухня общая? Кухня общая, квартира была маленькая, двухкомнатная. А вы со своими детьми и с новым мужем жили в одной комнате? Или свекровь, отец детей жили в одной, а вы с молодым мужем отдельно? Не-не-нет, мы жили вчетвером, а они жили вдвоем в своей комнате. Поменять никак было нельзя? На тот момент нет. Как бы там свекровь ни относилась, я все равно даже свекровь не пойму. Ну, неправильно это. Уйди на квартиру, живи отдельно, но не надо. Экстреманка. Что-то новое создавать еще, как говорится, рядом, когда теплится что-то старое. И когда вы привели нового, молодого, сильного, здорового, наверное, еще и с целью, чтобы избавиться от тирана, да, чтобы защищал? Да, потому что свекровь помогала, когда он бил, свекровь помогала. Она была педагогом, он следователь. Она педагогом, он следователь. То есть он понимал, да, как еще уйти от ответственности? Да. Понимаете, когда психика у него нарушила, все, восприятие выбросить в окно, с учетом того, что мы жили на втором этаже, ну, вроде казалось не так страшно. Ну, просто вот для него, наверное, это что-то значит. Поэтому спокойно могла убедить его с одной комнаты перейти в другую. Нет, но вы могли остаться коллегой, а могли бы и умереть, мало ли, отбили бы. И вы просто убедили перевезти вас на кухню, потому что там был козырек, да? Да. И он это сделал? Выбросил вас? Ну, это было, ну, так, часто. Скажите, а почему не написали заявление? Я писала заявление, милиция приезжала, забирали. Попытка убийства. И его забирали, и свекровь забирали. И свекровь забирали? Да. Кстати говоря, судьба у нее очень похожа с моей. Да? Тоже муж бил, издевался. Как решилась эта ситуация? Разменялись в результате? Ой, ну, прожили мы достаточно долго так. Через 7 лет я уже, когда ушла в недвижимость, заработала, купила квартиру. А этот молодой возлюбленный был с вами все это время? Да. А он помогал вам как-то? Да. Он помог вырастить детей, потому что муж не помогал никак. А на сколько младше был у вас? 12. Не изменял? Нет. Ну, хорошо. И поводы не давали. Вы развелись, и у вас появился новый муж, мужчина? Мы развелись, мы в течение трех лет еще встречались с ним. Ну, конечно, как любовник. Как может? Он помогал мне, помогал детям. Ну, естественно. Угу. А у вас появился новый мужчина, уже на 15 лет моложе? Да. И в этом браке или не были официальные жены? Нет. Ты думаешь, можно встречаться с таким мужчиной, которым у нас уже тебя? Нет, ну на 15, 12, вот на мой взгляд, это слишком. Ну, 5-7 еще можно, но 12 это очень сильно. Сколько сейчас детям в вашем лет? 34-26. Вы уже бабушка? Три раза бабушка. У меня три внука. Поздравляю. Слушай, у нас же три раза бабушка, да? Да, три раза бабушка, вот видишь, как молодец, с одной стороны. Ты так же считай, однажды бабушка, но все равно, сколько радости. Вам нравится, Виктор? Да. Если вы выйдете замуж официально с Виктором, будете врачный контракт составлять? Думаю, что да. Потому что я так понимаю, что вы работаете, вы бизнес-леди, и у вас доходы несравнимы с пенсией Виктора. Ну да, у меня же еще и пенсии тоже. Да. Согласна с таким положением? Ну, возможно. Рано или поздно такие могут быть трения. То есть вам женщина, у которой больше денег, чем у вас, не нужна? Ну, как-то не очень, да. Вообще странно, что мужчины пошли такие, они хотят все сразу, чтобы у женщины было. И квартиры, и машины, и так далее. А она ни на что не претендовала. И желательно было, чтобы уже полностью... Для этого, знаешь, нужно быть, я не знаю, Брэдом Питом. У вас есть три бонуса. Сюрприз. Сюрприз. Мне понадобится Виктор. Пожалуйста. Хорошо. Так, Виктор. Я знаю, что вы автолюбитель. Да. Я тоже очень люблю автомобили. И мне бы хотелось спросить, насколько хорошо вы разбираетесь в автомобилях. Вот если открываем капот, что мы видим? Воздушный фильтр. Замечательно. Что это? Масленный фильтр. Супер. Тогда что у нас это? Ой, это от мясорубки нож. Вот видите, вы разбираетесь не только в этом. Матушке, говорите, что не поворачивайте ее, да, Катя? Да, я с вами согласна. Ухоженная такая, красивая женщина довольно-таки. Интересно, тем более зарабатывать такие деньги. Молодец. Ну, значит, я думаю, что и с автомобилем, и с готовкой на кухне. Если вы знаете, что такое мясорубка, мы с вами разберемся на крути мяса на манты. Спасибо. Спасибо, девчонки. У вас очаровательная подруга, вам повезло. Забирайте цветы и Антониду. Старайтесь поменьше про своих мужчин говорить. Был один замуж, женат, все, всех остальных не было. Я тоже все расскажу. Что значит не было? Мужчины были по-любому, но перечислять по пальцам, по списку, я, по-моему, слишком. Сергей, вы абсолютно не похожи со своим братом. Это двоюродный брат Ларисы. Да? Да. Ох, как оно со стороны. Ну что, прекрасно. Ты смотрелся прекрасно, ты молодец. Сюрпризы ты смотрелся великолепно. Вам понравился Антонида? Честно? Конечно, честно. Я только за честность. По-моему, слишком много на нас снова. Почему? Она хотела произвести впечатление. Впечатление, да. Готовилась. Посмотрите, какая она ухоженная. Какая у нее идеальная прическа. Это не показатель. Должны быть тараканы в голове одинаковые примерно. А какие тараканы должны быть у женщин? Породистые. Она породистая, Антонида. Послушайте, она так многого добилась в 55 лет. У нее собственное агентство недвижимости. Вам кажется, что ваш брат ее не достоин? Почему? Что он ее не потянет? Детюша вся потянет. Они очень разные, братья. Он двоюродный, они неродные. Но при этом они очень разные. Послушайте, какой вы замороженный. Вы не рак по гороскопу? Я рак по гороскопу. А кто вы? Я вообще не рак по гороскопу не знаю. Близнец, кажется. Близнец. Когда у вас день рождения? 23 мая. Да, начало близнецов. Я 23 мая. Наталья. В одном месте празднует. Как вам? Мне героиня понравилась. Вы сейчас в противовес дяде-то не в торте. У меня мое мнение. Абсолютно. Мне она понравилась. Как вам кажется? Папа достоин такой прекрасной Антониды? Я думаю, что для общения дальнейшего. Мачеха, видите ее? Что? Вашей своей мачеха, видите? Ну, уже она не какая-то мачеха. Ну, и что, все равно. Я уже расцениваю. Тут очень, это мачеха. А как ее еще назвать? Видите? Для меня надо, чтобы папа был счастлив. Ну, вам же общаться придется. А папа может быть счастливым вот с такой самостоятельной, яркой женщиной? Если она будет его любить, если у нее будет взаимная любовь, то я думаю, что все, что остальное у них есть... Виктор, вам понравилась Антониды? Да, приятная барышня. Приятная, правда? Приятная барышня. Да, я даже удивлял 55 лет. Сюрприз дурацкий. Сюрприз прямо минус вообще. Ну, по всем минусам. Для чего эти нужны были железы? Ну, там с подвохом был сюрприз. Лариса, там пройдет нож от мясорубки. Да, она оригинальничает просто. Прекрасная женщина Антониды. Тамара должна сказать, что у нее фантастическая способность вставать на сторону другого человека, находить общий язык, договариваться. Понимаете, она просто чувствует, как это сделать. Вот это качество у нее есть. А если говорить о Раке и Водолее, то этот союз может быть такого рода, что расходиться и возвращаться. Понимаете, да? Вот так. Основная мысль, которая котела, по вашему площади. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Очень приятно. Я своим именем и по жизни несу свет и тепло людям. Я надеюсь, что наше знакомство будет очень приятным. Примите от меня небольшой скромный подарок, сделанный своими руками. Это конфета домашнего производства. Спасибо большое. Удачи на цветы, пожалуйста. Спасибо. Очень приятно. Очень красивый цвет. Елена. 44 года. Главный бухгалтер в оптовой компании. Готовит блюда азиатской кухни и регулярно посещает балы. Мечтает поплавать с дельфинами и полетать на воздушном шаре. После развода Елена дважды возвращалась к мужу, но каждый раз очень жалела об этом. Надеется, что Виктор ее не обидит. Здравствуйте. Здравствуйте. Это те самые блюда азиатской кухни? Нет, что вы, что вы. Это блюда, приготовленные собственными руками. Это конфеты. Потрясающе. Сами делали? Конечно, удовольствием. 44? 44, я думала 50, она не важна. Но 47 было близко. Когда из-за кого вы вышли замуж? Замуж я вышла очень рано. Очень рано из-за соседа. Фактически застал меня в подъезде со своими друзьями за гитарами. Вот круто. То есть вы жили этажом выше или ниже? Я выше. Я на третьем, он на втором. Моя мечта, чтобы Лёлька вышла замуж за соседского мальчика. Это хорошо, когда всё хорошо. Когда начинаются какие-то... Нет, а потом чуть что раз к мамке прибежала прямо через забор, перепрыгнула и... Да, или раз по лесенке, и ты уже у мамы. Круто. То есть вы тоже так бегали, да, если что? Было дело, было дело, да. Убегала, пыталась... А счастливы жили? Моя с вещами бегала. А много вещей-то туда-сюда мотали-то? Пару узлов. Я думаю, что вторая подходит больше, чем первая. Да, более такая земная и более такая... Земная и хозяйственная, мне кажется. Видите, конфеты приготовил, да, собственно, ручной работы. Да, да, да. Но ведь вы жили счастливы довольно долго. Мы жили счастливо буквально лет пять. Потом уже он поменял работу и перешёл в следственные органы. То есть он стал работать в тюрьме охранником. Ой, какие нервы там нужны. И его, в общем-то, система забрала к себе всю его психику. У них там были порядки свои, были правила после смены и так далее. И всё это вошло в систему. Я знаю, что это. Было очень тяжёлое время тогда, начало 90-х годов. Да, он начал выпивать именно в свои жизни. Я знаю тоже, что это такое. Да, мой близкий родственник работает. Это страшная, вообще страшная работа. После смены, естественно, приходишь и без 100 грамм не разберёшься сам в себе. Самое интересное, что они там. Там и побеги. Там на работе. И весь этот шмон, пока там вот эту гадость всё перевернёшь, чтобы найти незаконное, хранящееся всякие наркотики и оружие. Боже ужас. Бытие определяет сознание. Абсолютно, абсолютно с вами согласна. Руки распускал? Да, он стал потом на почве алкоголя поднимать руку и издеваться надо мной. Вот он когда тебя увидел, у него прямо огоньки в глазах заиграли. А тут он немножко сидит скучающим, немножко скучает, смотрит на неё с так скучающим взглядом. Мне кажется, они затухнут вместе. Потом он уехал в Чечню. Когда я уже не выдержала и убежала от него, да. Я подала заявление на развод, и за то время, когда шло вот это время перед судом, он успел подать заявление. А уже из Чечни он приехал вообще другим человеком? Да, мы после Чечни, у нас был брак-разводный процесс, делёшь имущество очень смешного. И потом, после Чечни мы с ним сошлись. То есть, уже даже после развода, через месяц. Её не помогло, потому что там, наверное, ещё усугубило. Усугубило, то есть на почве алкоголя стало только ещё хуже. Не сразу, но хуже. Да, сначала был медовый месяц, второй медовый месяц. Я приревновала, он там стал встречаться. Но это отдельная история. Допивался до чёртиков, что у него уже были галлюцинации. Да, он видел во мне демона, видел во мне демона, и меня утром правило. И вот, когда вы в очередной раз расстались, вы его на улице встретили с барышней? В подъезде я встретила, всё в том же самом подъезде. Я его встретила, и мне было чисто по-женски. Изыграла, конечно, ревность. Думаю, ну неужели я хуже? Да не бывать этому. Он моментально находил в себе сразу женщину. Да, ну, это мужчина. Так же, как и все, сразу, не отходя от кассы. Опять вернули в 55-й раз. Вернула, да. И что стало последней точкой? Когда он уже стал очень зверски поднимать на меня руку, вплоть до вырванных ногтей. Как он ключи от меня убил? Забирал ключи от квартиры. Мне не хотелось жить в какой-то момент. За что я получила? Вы уезжали в санаторий для того, чтобы от него там как-то особо... Он приезжал на коленях, стоял, просил прощения. Уже не помогло. А просил прощения из-за того, что пока я была в санатории, он опять же нашёл домашнюю мою ликёр, мою настоечку, и очень хорошо так её посидел. И не пошёл на работу. Потом уже все родственники подняли. Что он, гам, где он, что он, где он, как. А я на тот момент снимала... Сколько сейчас ребёнку вашему? Моему сыну сейчас 24 года. Внуки есть? Нет. Ты мне рассказывала, что всё, это он меня так происходит, так умолял. Ну да. Я говорю, зачем ты опять вернулась? Ну это же всё продолжаться будет. Ну потому что дети, дети, а ты что? Дети. Пожалуйста. Как можно как бы с человеком, которым вы прожили достаточно количество лет, и человек, который вас унижал, скажем так, бил, к нему возвращаться два раза? Что вас тянуло опять? На самом деле, Виктор, первый раз я ещё раз повторюсь, что была инициатором я. Я увидела в той даме, я не знаю, соперницу, что ли, и посчитала, что я гораздо лучше, и я докажу это. Ну я упрямый, я целенаправленный человек. Вижу цель, не вижу препятствий. А второй раз... Хороший был с мужем-то? О! Вот это и тянуло. Скажите, Сергей, вы женаты? А потом же, извините, это была первая любовь. Не женаты? У вас глаза загорелись на блондинку, блин, сколько вам лет? Да, загорелись. Сколько вам лет? 49. 49. Елене 44. Не смешает, у нас так бывает. Смотрите, не женатый брат. У нас так бывает, что приходят к одному, уходят с другим. Вам нравится, Елена? Елене уже убьёт потом. Нравится? Нравится? Я не стремлюсь к браку сейчас. А кто вас сейчас просит? Уговорю. О, она так запрямнулась-то! Видимо, тоже глаз загорелся. Потому что вы, конечно, органичнее будете смотреться в паре с Сергеем, нежели с Виктором. Вы простите меня, Виктор. А что здесь такого? Вы никого ничего не украли. На самом деле, брат очень импонирует меня. Она сказала, что брат понравился? Да. Ну что в этом такого? Ты представляешь? Да ради бога, можно же. А он говорит, я не готов сейчас женить. Да, я не готов женить. Где вы живёте? Откуда вы приехали? Лариса, а может... Мы все в одном месте. А давай у Виктора бонус украдём? В Москве? В Щёлково. В Щёлково? Да. У вас есть минута наедине. Я у вас ворую этот бонус. Пройдите, пообщайтесь. Серьёзно. Пройдите, пройдите. Да, Виктор, жизнь конкурентна. Вот она такая, понимаете? Ничего не поделаешь. Но для брата же ничего не жалко? Нет. Совершенно. Ну что вы думаете, Виктор, по этому поводу? У нас может что-то с вами получиться? С нами? С вами пообщаться, познакомиться? Честно говоря, нет. Думаете, нет? Потому что у меня развод буквально был. Недавно, свеженький ещё чувство, да? Да. И после этого развода там... Ну, чисто детектив. Это я распространяться не буду, потому что там... Ну, я понимаю вас. У меня тоже детективного хватает. И до сих пор последствия бракоразводного процесса сказываются. Потому что родители у меня остались там же, где и остались. Нет. Там всё нормально, человек нормальный. Там ничего не было. Это после началось. Это после. Самое интересное, всё как раз после происходит. И вы считаете, что для дяди ничего не жалко? Моё мнение, то что сейчас, ну, как бы ситуация сложилась несколько неоднозначно, а несколько некрасиво. Ну, если желание будет пообщаться, в любом случае, телефону и у редакторов вы можете спросить. Я ещё вчера не знал, что я здесь буду. Это вот, чисто по родственному пришли. Понимаю вас, но знаете, всё, что делается экспромтом, оно, как правило, бывает самым лучшим. И у них загорелись друг на другу глаза. Не хотите счастья? Это самое главное, когда есть блеск в глазах, это самое главное между мужчиной и женщиной. В глазах появился не тогда, когда вы женились официально, а тут к вам раз и в гости приезжает ваш двоюродный брат Сергей. Понимаете, вдруг они на кухне задерживаются, плечо к плечу, вместе готовят шашлык. Если у людей сложится что-то хорошо, то ради бога. Я вам нравлюсь. Ну, честно говоря, импонирую, да. Очень большое спасибо, очень приятно. Я считаю, что нам надо пройти. Давайте. У вас даже голос изменился после того, как вы с Сергеем пообщались. Ох, как я это чувствую, эти флюиды, когда человек нравится. Знаете, у меня очень много пытались, были попытки познакомиться, и пытались многие меня переделать, перекроить, как-то под себя подмять. На что в один прекрасный момент я сама сочинила следующие строки. Мы в этот мир приходим заново. Свои ошибки прошлых жизней исправлять. И много раз придется нам задуматься, чем что-то в ком-то поменять. Начни себя менять, и мир вокруг изменится, и настоящий друг по жизни встретится. Спасибо, показывайте, Сергей. У нас, возможно, будет две пары. Начни себя менять. Возможно, да. Может, я еще третью начну. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты не говоришь не о любви, А разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои. Но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, Только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь, одна снежинка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ей кажется, что это неправильно. Но это по молодости. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, я набрати внимание на брата. Потому что, знаешь, какие-то вещи можно просто растопить. АПЛОДИСМЕНТЫ Он мужественный. Посмотри на него. Он очень мужественный. Но у нас есть еще одна невеста. И вы знаете, что хотите без нас субъектов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Виктор. Меня зовут Юлия. Здравствуйте. Очень приятно. И вам советую. Спасибо вам. Я тоже для вас приготовила подарок. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия. 48 лет. Мастер по поддержке. Создает украшения из ткани и кожи. Гордится своими золотыми руками. Мечтает открыть магазин вечернего платья. Бывший муж Юлии продал общие квартиры, тем самым лишив детей наследства. Надеется, что Виктор – порядочный мужчина. Здравствуйте, девочки. Какие вы прям весенние красавицы. Все вашими руками сшито? То, что нам нет, да. И вот сейчас… Вот это тоже, Юля. Да, я хотела бы вам преподнести весеннее настроение. Спасибо. Я тоже изготовлю своими руками. Да, я просто верю. Боже мой, это правда замечательно. С натуральной кожей все. Ах, какая красота. Смотрите, какая молодец. Подарочки. А мы не догадались. История, конечно, у вас «Волосы дыбы» называется. Как узнали, что вам муж изменяет? Ну, он всегда изменял. Я просто не обращала на это внимания, так как я считала, плохо или хорошо. Семья святое. Что самое интересное, и первая, и вот эта героиня, невеста, да, все прекрасны, все хороши, правда? Как на подбор. А кроме того, что он вам изменял, остальное все устраивало в нем? Да нет, конечно. Мне просто было спокойно то, что он с моими детьми был. Все эти годы, как бы все равно отец. Он здесь был хороший? Ну, да, он, в принципе, он с ними и гулять ходил. Машину старшая всегда чинила вместе с папой. Это наша дочка? Да, это моя старшая. И в зале сидит здесь моя младшая дочь. Когда терпение лопнуло? Ой, вы знаете, наверное, прожили 10 лет, когда мы уже выкупили двухкомнатную квартиру. И вот вы приходите домой? Да, я пришла домой. Опять окурки с губной помадой. Я уже развернулась, детей забрала и переехали обратно в однокомнатную квартиру жить. Ну, дальше история развивается так, что наши зрители не уследят. Это уже для другой программы, где должны разбирать для программы «Человек и закон». В общем, он путем манипуляций продавал каким-то образом доли в ваших квартирах, купленные на ваши деньги, да? Да. В результате чего лишил девчонок наследства? Ну да, он этот, еще дочь просил, чтобы она взяла 300 тысяч кредит. Я говорю, дочь, ты не возьмешь. Все то, что заработали, это наше. Ваш преданное. Говорю, нет, он ничего не возьмет, пусть все останется как есть. Какой ужас, правда? Мой чайные ложки делил. А этот квартиру? Да не то, что выделил, а выписал. А дети, а дети причем? Ну, это личная амбиция человека, который совершенно не красит его. А вы переехали в Москву сейчас? Да уже 12 лет в Москву. Чем вы здесь шьете? Да, я шью. Кстати, объединять имущество будете? Да нет. У вас все равно нет. Кстати, самый этот, Виктор, смотри, хороший вариант. Еще ничего не купила, есть доли, и у вас есть что? Вот можно и объединить, собственно говоря. Ну, а потом как-то по справедливости. А вот по справедливости мне кажется так. Вот если бы, не дай бог, ну вдруг бы что-то случилось такое, да? Ну, про себя не хочу. Мне кажется, это неправильно. У вас есть то, что вы в этой жизни нажили в свои 57 лет. У женщины тоже. Для чего объединять? Ты сама-то, вот ты вообще посоветуй. Ну, а мне кажется, есть возможность разубедить. Мне кажется, это неправильно. Зачем? Чтобы что? Много ты видела мужчин, которым мы хотели бы переубедить, что проживете дольше, если будете, женитесь на ровеснице? Много? Да. Если они себя втемяшили что-то в голову, то пускай. Ну, ты как скажешь? Тебе кажется, это правильно объединять? Ну, в данном случае, допустим, я даже, я бы Виктора не стала рассматривать. Объединяй, когда у меня есть свои дети, и я ради них все это стараюсь, я тоже это делать не буду. Но в вашей ситуации, Юля, у вас вообще ничего нет. Поэтому вариант, который у Виктора... Ну, наверное, есть накопления какие-то. Как так нет? У меня, во-первых, две прекрасные дочери. Остальное все создадим. Знаете, давайте мы пока на этих... Еще этих дочерей надо замуж выдавать, пристраивать, еще внукам надо будет помогать. Давайте мы не будем эту тему. Поэтому, что же вешать? Вот помогайте дальше за счет мужчины. И чего? Будете жить в хороших условиях. Мне кажется, женщина, которая надорвалась в отношениях, ничего дороже свободы и не видит. И так хочется одной приходить в свою постель. Как я говорю, никто ковры не вытаптывает. Не мнет подушку. Фарфур твой не обкацывает своими зубами вставными. А? Зачем замуж? Нет, я просто как в данный момент осталась одна, и девочки у меня отдельно живут. Не кушно, потому что вам. Собачку заведите. Да нет, маленькую. Да нет. Да нет, ну весы же, хотят всегда партнера, но... Я же говорю это постоянно. Ну вот Виктор хороший претендент в этом отношении. Вот, а мне нравится, что у Виктора впервые глаза загорелись за программу. И неправда, и не впервые. И неправильно, неправильно. Нет, мы тоже видели, что они загорелись, Тоня, когда ты была. Не смущает, что нет вот жилья, но есть доля, Вик? Не смущает? Несколько смущает, конечно же. Потому что я не знаю всей подноготной этой истории. Поэтому то, что мы сейчас, допустим, слышим, это одно. А любовь как тогда? Чего? Ну, любовь это любовь. Да, действительно. А кушать хочется? А кушать хочется всегда. Ну вот, вот оно вот. Зато честно. Я, например, ничего дороже не ставлю честности. Терпеть не могу, когда здесь начинают вот эти подводные. А хотите на свидание сходить? Я вам разрешу. Давайте. Давайте, сходите, наверное, на свидание. Ну какая вы стройненькая, ну просто прелесть. Я просто раньше спортом занимаюсь, гимнастикой. Вы просто при лестнице, при лестнице. Что вы кончите, Хазик? Да, ну у меня несколько вопросов к вам. Значит, первое. Вот вы как-то себя чувствуете, как-то немножко сковано. Вот как-то чувствуете, что вы немножко нервничаете, что-то у вас не так. Да нет, я в принципе спокойно. В принципе спокойно, просто переживая, что... Из-за чего? Ну просто когда много народу, наверное. Просто привыкла в последнее время. Ну, конечно, у меня много народу бывает, клиентов много. Я просто люблю одиночные. Ну, спокойно, я не люблю большие кольца. Если бы тебе домашний уют. Да, я больше люблю. Там же домоседка, наверное. Любимого мужа, любимого детей. Ну, если был бы, то дети любимые. Ну, может, как такового. У меня не было. Мне так нравятся гости, которые волнуются. Вот когда прям такой неподдельный ужас в глазах. А что там такая бессеребреница? И такое волнует. Бессеребреница? Да. Ой, да у нее всегда она все сама заработала на самом деле, все это доделала. Ну, вот сама-сама. Все сама-сама. Сама все. И квартира заработала обе, и детей она сама образовала. Ну, одно дело в 30 зарабатывает, другое дело в 50. Она здесь тоже хочет заработать. Ну, какая встретилась в жизни подонок, который все переписал на себя, понимаешь? А по национальности кто? Чувашка. Чувашка. Я жила в Татарстане в 18 лет, поэтому хорошо знаю татарскую кухню, хорошо готовлю. Там пироги, как всегда. У нас раньше была баня, огород, дача большая, два огромных. Гаража, две квартиры. Каждый пятницу, в воскресенье, пироги, баня. Потому что огород был 12 суток. Соленья, варенья. Ну, как всегда, наверное, как у всех. Папа, кто по национальности? Папа татарин. Подлец какой, папа. Не общаетесь с ним? С папой общаемся. Забирали сейчас остатки доли, то, что он написал на нас. Вот, и ездили продавать. А пап, что, они задавали вопрос папе татарскому? Стыдно? Это же я подожду, я за всех стою. А ты все время говоришь, что наши татарские мужчины можно. Семья, ну, без урода. Слава богу, что это ты узнаешь. Такое бывает. А бабушка что говорит? У нас же такие вещи-то уж очень нет. Бабульчик говорит. Бабушки уже давно нет. А, вот оно, поэтому. Да, дедушки тоже. Роска, а я тоже вот так все деньги Игорю отдаю, а вдруг он меня бросит, найдется молодой, пока я здесь денно и ношно пропадаю. Перестань на телевидении. Вот за тебя, кстати, я спокойна. Ну, если что, ну, если что, други, вы должны знать. Ну, если что, на сайте двой.тв. Да. А у меня иногда вот бывают такие сволочные женихи, я прихожу и срываюсь дома. Я говорю, вот и ты такой же, наверное. Он говорит, ты что, с дуба рухнул? Ты что, пришла и начинаешь? Да, я вот так перекидываю. Я говорю, и ты такой же, пока сволочи дети, мать на работе. Давай, 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 одну с другой. А потом зато... Что у меня там по звездам? Не бросите меня, нет? Близнец гадский. Ужасно это. Все-таки ненавижу этот. Да, Ваша, ты блядала, мне вот тут нагадали, что... Сейчас просто период Сатурнтова в оппозиции, естественно, тянет к незаконному звезду. В 2017 году. У тебя и его, поэтому уж держитесь. Тамара, я, но незаконный, и его тянет? Да. Близнец. Держись, мать. А что сделать, чтобы его не тянуло? Держи его как следует. Близнец из внимания ушел, все потерялся. Чтобы вылечки с утра пустыри были, Лариса, понимаешь? Тогда не патент. Тамарочка, а правда говорят, что я в 2017 году замуж выйду? Да ты уже десятый раз спрашиваешь, зачем тебе замуж? А я просто не раз забываю все время. Меня даже вчера в интервью об этом спрашивали. Да? Ну так и что? Выдала? Я сказала, зачем тебе официальный брак? Партнер будет, но брак официальный, я считаю, тебе не нужен. Я словно угадала, я сделала вам такой сюрприз. А я даже не знала, что это про... Подожди, какой-то сюрприз красивый. Я словно угадала, честное слово, я даже не знала, что он будет в этом сервере. Это подсмокинг. Да, подсмокинг. Боже, как это шикарно, шелковый такой. Да, подсмокин, а подсмокин. И какой... Нет, это подсмокинг. И какого цвета удивительно. И бабочка. А что это пояс? И бабочка. А он бы родину продал бы за эту бабочку и пояс. Чего ему это рукоделим? Лучше пирожки испекать. Давай, у тебя руки присутся. Да успокойся, ты все хорошо. Ну ничего, да, она просто переживает. Она лучше что-то трогательно, да, когда женщина волнует. Так, давай скачаться чего? Не даешь прямо. Нет, ты знаешь, не получится, ты очень сильно зажала. Послушай, а как к костюму-то подходит? Да, да, вот вы не поймете, даже не знала, что он будет в этом костюме. Ну как бы подходит, самое главное, да? Вот так, вот так, вот так. Вы представляете, Виктор, вы будете ухожены при такой жене всегда. А вы знаете, как сделаете ему оригинально под рубашку? Вот сюда, на горлое тело, это будет... Сделайте, сделайте. Роза, дай она это сделает. У нее руки трясутся. Ну и что? Юлия, застегните ему под рубашку, это будет... Как будто это шарф. Она ушел из у нее. Да ты не сделаешь. Что ж ты пристала? Вы сядьте, пожалуйста, Виктор, присядьте. С вашей помощью, я надеюсь, мы справимся. Конечно. Ну что, ты тоже не... Дай я посмотрю, что там отрежем. Да там надо вытянуть и подтянуть. Так, нет. Послушайте, даже я это не могу... А ты не забывай, что она шьет, и поэтому она сделала все своими руками. Ну, собственно, и я тоже своими руками сделала. Не, оригинальный подарок, спасибо. Спасибо, девчонки, у вас прекрасная подружка. Скажите, пожалуйста, а это не вы, вот я там видела за кулисами, такие беляши с беляшами? Эч-пач-майч-майч-майч-майч. А где они? Почему вы их не принесли? Вот сейчас вы есть, Лариса. Сейчас, я и так хотела. Помните, я говорила, им надо не шить, а готовить. Вот так получилось. Ну вот, все, ты видишь. Я ей подсказала. Какая молодец, какая рукастая. А салфетки, Юляшка? А, салфетки, сейчас, салфетки, секундочку. Я по одному не беру. А то будешь одна всю жизнь, и я тоже возьму два. Так, а это надо, пожалуйста, это губодия. Пожалуйста, салфетки, угощайтесь. Девчонки, вот такая у вас подруга и мама, забирайте ее. Спасибо. Брат Сергей. Ну что, вы съели пирожок, и я думаю, что сердце у вас смягчилось. Конечно. Понравилось? Видите ее рядом с литерой? Вплоть до того, что у нее руки трясутся. Единственное, по-моему, такой человек, который до такой степени... Искренний. Да. Слушай, мам, как ты волновалась. Да, я волновалась. Почему ты тут бабочка? Она бабочку не одела. Девочки, вот честно, вчера я руки трясла, сейчас прямо переживаю. Галочка не знает, не спал. Не переживай. Не переживай. Очень красивая. Очень женственная. То есть, как бы, у папы, как мы уже поняли, главное требование, чтобы класс радовался. А вот папу смущает, что у нее нет недвижимости. Юльку надо брать, в конце концов. А зачем мужчина и нужен-то? Чтобы решать проблемы и помогать решению этих проблем. И она и любовь родится. Она вам молодость свою. И девчонкам тоже нужно направление. Тем более, он ровесница. Объединяйте. Вы хотите большие семьи на старости лет? Вот они, пожалуйста. Скажите, а вам правда пятьдесят семь? Да. Хочу сказать, что весы, Юля весы, рождена под знаком весы, но не типичные весы. Потому что Луна в рыбах очень чувствительный человек, эмоциональный, тонкий, действительно и чувственный. Меркурий в Скорпионе, Венера в Деве. Будет выражать ваше желание делать все, как вы хотите. Буквально даже подстраиваться часто под вас. Единственное, вот я бы все-таки действительно посоветовала вам не объединять имущество. Потому что есть некоторый аспект у нее и у вас, что могут быть какие-то обиды. Иногда на этом фоне, которые создадут вот наращивающиеся эмоции. Это и не в чем. Конечно. Объединять не будем. Я лучше свое. Юля, так спокойнее, когда тебе. Винька, если нет, не мальчик. Нет, я лучше к детям. Я уже об этом съела. Я уже прошла. Пожалуйста, советуйтесь. Кому пойдете. Ну что? Мне понравилась третья героиня. Юлия. Безумных фраз, конечно. Девушка из пичмака. Первая рука. Ее эксперименты с молодежью зашкаливают. Да. То есть насторожена. А эта девушка, в ней хотя бы сохранилось все. Первая героиня очень хорошая. Очень хорошая женщина. Мне она понравилась. У него были, знаешь, огоньки такие в глазах. Да, да, да. Такие вот загорались. Сергей, слушаю вас. Кого советуете своему брату? Последнего претендента. Роза, скажи честно, если бы вот Юле было 48, она так же бы выглядела. Но у нее было бы 4 квартиры и 2 таунхауса. Она бы пришла. Ну, какой листер ей нужен был бы. Все, ответила. А что звезды? Я думаю, что Юля, в первую очередь, потому что для весов очень важно именно отношение партнера и сохранить лад в бреке до последнего момента. Первая девушка, она, конечно, сильнее для вас, я так думаю. Да? Вот. Ну, вторая, если решится, мечущийся близнец, наверное, она ближе ему. Ну, кому бы вы ни пошли, мы в любом случае на вашей стороне. Поэтому удачи вам. Сергей, а вы будете выбирать? Не пойдете? А мы ждем, что вы пойдете. Да? Прямо сейчас. Сидите к Елене. Идите. Идите. Не сидите. В второй комнате. Вот в этой. Сергей, я вам советую, Елену, вы, еще раз говорю, никому мне ничего не обязаны. Понимаете, никогда не знаешь, где тебя ждет счастье. Просто нужно быть к этому все время готовым. И если вы сейчас смутитесь или подумаете что-то неприличное, вы сделаете большую глупость. Завтра вас под венец никто не гонит. Пообщайтесь. Пообщайтесь. Ребята, глаза у вас сгорели. Я согласна с ней полностью. Она мудрая женщина. Она говорит правильно. Если понравится. Раз, Евгений, не будьте дураком. Поверьте мне, у меня интуиция животного. Какого? Идите, идите. Птицы. Очень неожиданно и приятно, что вы зашли. Подвигайтесь туда. Я предлагаю всем выйти и поддержать наших мужчин. Я счастлива. У нас две пары. Виктор, Юлия, Сергей и Елена. Если вы одиноки, приходите на наши программы или пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Грузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поражаемся. Удачи. Рады за вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова